Мы с вами продолжаем говорить о стратегии, о стратегии развития бизнеса. То, без чего бизнес не может существовать в принципе. Мы в предыдущих видео разобрали с вами, что такое стратегия развития бизнеса и разобрали две основные эталонные стратегии концентрированного и интегрированного роста. Есть еще две эталонные или самые популярные и выверенные временем, хорошо себя зарекомендовавшие. Это стратегия диверсифицированного роста и стратегия сокращения. Стратегия диверсифицированного роста – это стратегия, когда применяется в бизнесе теми компаниями, которые уже не могут существовать в данной отрасли на данном рынке с своим данным продуктом. Все очень просто. И тогда принимается решение диверсификации, и компания идет и развивается по этому направлению. Если руководство и владелец компании приняли решение о такой стратегии, то перед ними возникает основных три вопроса, а именно Насколько привлекателен тот сектор рынка, в котором работает компания сейчас? Как будет выглядеть компания через несколько лет, если будет действовать в существующих направлениях и идти по тому вектору развития, по которому идет сейчас? И третий вопрос – что должна делать компания для того, чтобы свернуть некоторые виды деятельности, укрепив при этом свои позиции в оставшихся сферах, чтобы не потерять портфель деловой активности в целом? Когда речь идет о диверсификации, об этой стратегии, на первый план выходят компетенции вашего персонала, особо топ-менеджмента. И, наконец, рассмотрим четвертую эталонную стратегию развития бизнеса – это сокращение. Стратегия сокращения. Она подразумевает под собой ту программу или те действия, которые могут повлечь за собой даже полностью ликвидацию бизнеса, если руководство видит, что бизнес зашел в тупик. То есть ясно, что это не идет речь дальше о росте бизнеса, а полная ликвидация с заменой на другой бизнес. Это может быть стратегия сбора урожая. Внутри стратегии сокращения есть такая подстратегия, которая предполагает отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимального получения дохода в краткосрочной перспективе. Есть еще одна подстратегия в стратегии сокращения. Это стратегия сокращения затрат. То есть все мероприятия и все действия нацелены на то, чтобы минимизировать издержки производства и бизнеса в целом. И так, да, может быть принято решение собственникам компании и руководителями даже продажи дочерних предприятий или продажи одного из бизнесов. Это все подразумевает собой стратегию сокращения. В любом случае бизнес должен жить. Просто нужно и необходимо разобраться, на каком этапе находитесь вы сейчас и как перезагрузку сделать, перезагрузить бизнес таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе он вас радовал и удовлетворял экономическими показателями. Если вам необходима помощь в этих вопросах, вы можете обращаться к нам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы знать о бизнесе больше.